Привет, друзья! Мы идем с Никитой за детьми в школу и решили взять с собой вас. Давно мы не брали наших зрителей с собой. У нас на улице резко похолодало. Смотрите. Около 0 где-то температура. Ну, а солнце чуть выше 0. Варежку нашел с прошлого года. Никита первый раз вот куртку в этом году одел. Пойдем. А вторая там? Там нету второй. Одна только? Да. Куда ее? Тоже обратно дома найдет в сторону. Тоже со мной. Смотрите на это количество листьев. Раньше, в прошлые годы, года 3-4 назад, здесь убирали вот эту листву прям каждые две недели. А сейчас только один раз убирают, когда уже совсем опадут деревья. Экономят. В последнее время значительно ухудшились в США социальные всякие льготы уменьшились. Все урезают, всякие программы. Финансирование школы и все такое. Звонок. Привет, Николя. Привет. Какие дела в школе? Нормальные. Уроки задали какие-нибудь? Нет. Как всегда. Чем занимались в школе? Ничем. Да. Чего-нибудь учили? Нет. Развлекались? Да. Игрались? Да. Американская школа. Мама, там я вышла уже, я думаю, 7 минут назад, я просто стояла с моими друзьями играться. Видишь, тебя этот шрайбек снимает. Девки бегут. Привет. Какие дела, девки? Нормальные. Сон, у тебя капюшон отваливается. Дай Коле. Застегивайся. Смотри. А у меня камера. Новости какие? Хорошие. Хорошие какие? Ну, дела хорошие, новости нет. У тебя какие дела? Нормально. Обычный день. Ничего особенного. А теперь покажи, какой у тебя рюкзак огроменный. У Сони здесь такая тяжесть. Снимай, я понесу. Кошмар. Она там носит, чего только не носит. Ужас. Дай мне, мам, дай мне. Моё задание там. Так, дети, я вам предлагаю. Во-первых, сегодня придём домой, померяем рост. У нас зрители давно спрашивают. И мне интересно, насколько вы за лето выросли. Последний раз мы заверяли в мае рост. А во-вторых, нам надо с Соне кое-какие онлайн-покупки сделать. Наши девчачьи свои собственные. И покажем нашим зрителям, что мы покупаем. Дети, мы сегодня насчёт стола нашего сконтактировали. Оказывается, один стул из нашего набора потеряли. Те, кто доставляет. Я не знаю, как они по пути. И нам доставят только пять стульев и один стол на этой неделе. На этой неделе, да. Наверное, они её никогда не послали, я просто так сказала. Не знаю, короче, потеряли и долго с нами, и поэтому не контактировали. И один дополнительно ещё закажем. Ну, в смысле, вышло это попозже. Соня, уроков много задали? Чуть-чуть? Ну, тогда сегодня сделайте открытку, тётя Ии. Хорошо. Кто первый? Мерить рост. Я-я-я-я-я-я. Так, первый Никита будет сниматься. Сниматься. Мерить. Да, вот пяточки близко к этой. Назвам. Близко пяточки. Унизу ставь пяточки. Один. Ли-и-и-и-и. Так, мы измеряли в мае их. Это получается, сколько месяцев назад? Шесть. Это больше меня! Я больше меня! Коля сильно подрос, очень подрос за лето. Коля нам много выше, чем я. Результаты, когда мы в мае измеряли, я не помню, надо будет видео посмотреть. Мы оставим ссылку на то видео в описании под видео, какой рост был у детей тогда. Коля! Это Колина. Это Смя. Так, Никита, сколько? 113. Молодец. Четыре годика, 113, неплохо. Тише, тише, тише. Лизочка, сколько? 125 с половиной. Молодец. Хорошо подросла. Не знаю, на сколько, потом посмотрим. У Сони 153 с половиной, а у Коли 155. Да нет, 156. 156. Сейчас. Каломifde. Косом男. Мы можем спутать ваш рост. Косомэ. Написать. Косема измерили. Давай Коша измери. Коша! Так, теперь будем Соне делать покупочки. Зрители спрашивают, чем Соня ухаживает за своей кожей. Это что-то мало принесла. Мне кажется, мы у тебя больше покупали всего. Или то, чем ты сейчас, да, именно? Да, чем я использую. У Сони на самом деле больше средств. Да, только это самое лучшее. Так, короче, Соня в борьбе с прыщиками, которые у нее с ней до них пор стали по чуть-чуть появляться, использует очиститель вот этот для умывания. У нее, кстати, Сонечка, у тебя где-то был с содой хороший. Ты не используешь его? Вот это Соня принесла средство соды. Она редко его использует. Как часто ты его используешь? Редко. Очень редко, да? Короче, от этим ты каждый день умываешься, да? Это как раз специально от прыщиков. Помогает? Да. А вот это какое-то средство, которое Соня наносит гель после умывания. Он подсушивает и снимает воспаление. Он очень дорогой, этот гель. Точно не помню, по-моему, долларов 15 стоит за 15 миллилитров. Он достаточно дорогой. Так, ну и вот эту черную маску, которую мы заказываем из Китая, Соня использует, да? Но так как у нас результат все-таки оставляет желать лучшего, мы сегодня Соня будем заказывать на интернете, онлайн, другие. Что-нибудь другое будем пробовать. Я тут уже подыскала, а Соня сейчас выберет, на что она согласна, что она будет использовать. Заказывать мы будем на сайте iHerb. Это сайт, он вроде бы как американский, но он по всему миру работает и бесплатная пересылка, насколько я знаю. А? Да, и я вот тут уже тут для Сони подыскала. Вот это скраб, умывалка такая, скраб для лица и для тела. Судя по отзывам людей, пишут, что он очень хорошо подсушивает, убирает воспаление, просто какое-то шикарное средство. Из всех скрабов и умывалок, то что я видела, выбрала вот это, потому что самые хорошие отзывы. Вот видите, из 480 отзывов 4,5 звезды или даже больше. Сонечка, смотри, вот этот пузырек, вот этот в два раза больше, чем вот этот. Представляешь, какой большой. Берем. Возьмем, попробуем, да? Попробуем. На травах. Если кто-то из наших зрителей тоже захочет себе подобное заказать, я оставлю ссылки на все, что мы будем заказывать. И чтобы перейти на русскую версию, надо будет, вот войдете на эту страницу, нажмете вот сюда, и здесь вылезет такое окошечко, и надо будет выбрать Россию. Набираем R, вот получается Россия, переводит все на русский язык, сохранит настройки. Все, и вы уже будете видеть в рублях. Вот в рублях это 570 рублей стоит, это огромная бутылень. Заказываем? Да. Дальше я тебе присмотрела мыло. Мыло? Да, и оно в рейтинге тоже стоит, вот на четвертом и на девятом месте. На четвертом месте из всего вообще мыла, и на девятом месте именно в борьбе, средства в борьбе с прыщиками. Оно с цинком и с энзимами какие-то, энзимотерапия какая-то. Вот, 85 грамм мыла и стоит 6 долларов. И это просто мыло твердое. Ты будешь пробовать, ты привыкла к жидким? Просто намыливаешь, я думаю, что это эффективно. Давай попробуем. Я уверена, что это тебе будет помогать, я уверена. Следующее, что меня заинтересовало средством, это пудра. Пудра? Это пудра, да. Это пудра минеральная, лечебная. Ее надо использовать на ночь или под косметику. Ну, косметикой ты не пользуешься под мейкап. Припудриваешь нос, все места, какие у тебя беспокоят. И не будет видно? Нет, это просто как порошочек какой-то. Пудра состоит из коалина какого-то, насколько я знаю, что это какая-то глина, порошок сам. Из цинка и из экстракта зеленого чая. Будешь заказывать такой, пробовать? Попробуем. Что-нибудь это поможет, да? Да. Еще я сейчас покажу, что мы хотим Соне заказать. Вот эта жидкость. Это какая-то водичка, стоит 18 долларов. Но, судя по отзывам, это какое-то прям чудо-жидкость какая-то, которая хорошо борется с прыщами. Она вообще очищает хорошо и убирает. White hat, это вот эти белые головки, то, что гнули какие-то, power, да. Это просто надо будет протирать. На ватную штучку намазываешь, протираешь лицо. Вот это тоже берем, да? Да. Так, получается, что мы, Соня, берем мыло, умывалку, вот эту скраб, жидкость против белых головок и пудра. Пудра, порошок. Порошок, да. И на все на это я дам ссылки под видео. Ну и маме покажем, что мы заказываем. Да. Тебе интересно? Интересно. Я хочу посмотреть. Во-первых, я в Костко покажу то, что я заказываю, то, что мне очень нравится. Но зрителям я уже не дам ссылки, потому что в Костко могут заказать только те, кто живет в Америке, у которых есть мембершип, то есть членство оплаченное. Но я все равно покажу, что я заказываю, что очень сильно люблю этот вот этот крем, ребята. Я им часто не пользуюсь. Я его покупаю только где-то раз в два-три года в Костко. Вот сейчас на него сейл. Скидка 30 долларов. Два вот таких пузырька, они по 60 миллилитров каждый. Получается 120 миллилитров за 70 долларов. Это достаточно дорого для крема, но оно стоит того. Это вот самый лучший из кремов, который когда-либо я использовала. Он состоит из огромного-огромного количества всяких растительных вытяжек. Он на растительной основе, и после него кожа аж светится. Он очень сильный этот крем. Кстати, им могут пользоваться и молодые тоже, у кого растяжки, шрамы. Он рассасывается у растяжки, шрамы от этого крема. И сейчас я покажу, что для себя я буду заказывать на iHerb. Крем для лица тоже. У меня закончились крема для лица, я себе тут решила заказать вот этот Стривектин и Дерма-И. Вот эти два крема, это самое лучшее, что только есть вообще в мире. Никакие дорогущие крема по 300, по 400 долларов не сравнятся с этими. Там даже в отзывах вы можете почитать. Он считается подтягивающим, эффектом обладает, но он еще и хороший увлажнитель. Поэтому его можно использовать в любом возрасте. От этого крема кожа становится просто такая гладкая. Вот это надо просто попробовать на себе. Это просто обалденный крем. А ты пробуешь это когда-нибудь? Да, это классный крем. Но единственное, что вот этого крема, который я показывала, Стривектин, они все на растительной основе. И поэтому у кого-то может быть аллергия. У кого чувствительная кожа каким-то там растительным компонентом, то лучше поостерегаться. Он стоит 18 см, сейчас масса или... Первое место что-то. Да, это первое место занимает в средствах, содержащих вот эту кислоту. Для кислоты. Первое место, да. И седьмое место среди увлажняющих кремов занимает. Я не знаю, кто занимает там первое, второе, третье, четверть, пять, шестой. Но вот этот крем вообще... Это надо попробовать, какая нежная кожа после него становится. Гладкая-гладкая. Крем заживляющий. Это лечебная мазь. Это мазь, можно сказать. Это мазь лечебная. Но ее тоже можно использовать и как увлажнение для лица, и для заживления раны, и для всего. Вот этот крем, он дорого стоит, очень много стоит. Он стоит 22 доллара. И здесь всего лишь 2 олз, это 60 грамм. Лечебная мазь. И можно использовать тоже как крем для лица. Кстати, тебе можно будет тоже пробовать ее намазывать на нос себе. Мы, в общем-то, всего поназакажем. И посмотрим, что на Соне будет срабатывать. Будем на Соне экспериментировать. Хорошо. Так, вот все, что мы будем сегодня заказывать. Зрителям даем ссылки на все, кроме сайта Костка. Ну, а теперь покушать и делать открытку тетей. Молодец. Все, закончили? Да. Короче, нам одна наша зрительница сделала в подарок вот такой вот календарь. Ну как, в смысле, она его в электронном виде. И мы для тети Ии сделали, распечатали календарь. А здесь поздравление. Это, откуда это? Это, это с днем рождения поздравления. А вот это у нас поздравление с Новым годом. Это от кого это? Это от кого, да. Для тети и для ее дочери Даши. Так, ну что, посылочка в Россию готова. У меня интересовали, сколько стоит пересылка из России, из Америки в Россию, и как вообще это можно сделать. Мы посылаем посылку государственной почтой USPS. Вот такая вот коробочка. Независимо от того, какой здесь вес, здесь может быть до 20 паунтов, это где-то 10 килограмм примерно, стоит 75 долларов в Россию. Она будет идти 6-10 рабочих дней. Сейчас мы поедем на почту, на американскую, на государственную, и возьмем вас с собой. Так, вот такое вот почтовое отделение нашего района. Короче, к этой почте мы причислены, и нам отсюда привозят все газеты, все письма. Там я отдавала посылку. Короче, здесь можно бросить почту какую-то свою. Здесь раньше весы были. А здесь можно почтовый бокс арендовать. Там я посылку сдавала. Соня, готова? Да, я иду на моих первых слепых. Мы сейчас везем Соню на день рождения к подружке в МОЛ, в торговый центр. Там вот они как-то его праздновать. Да, мы должны встретиться где-то в Парадзенопол, я думаю. А потом после этого Соня поедет с подружками и с их мамой на автобусе к ним домой и будет ночевать у них. У Сони это впервые. Слепого. Волнуешься? Да, сильно. Соня ведь вещи свои собрала. Бензин каждый день дешевеет. Так, ну сначала мы Соне заедем в магазин, потому что она купила подарочки, но нужно еще чуть-чуть добавить. Мы решили кружечку какую-нибудь красивую купить. Идем? Сейчас мы купим кружечку какую-нибудь и поедем уже в МОЛ. Все, рождественское класс. Столько красоты всякой. Короче, если зрители хотят, чтобы мы здесь сняли, как мы покупки здесь будем делать, то пусть зрители поставят нам лайки. Напишут в комментариях об этом. Соня, это не кружка, это подсвечник. Ну, красиво. Хочешь здесь что-нибудь выбрать? Смотри. Это нам нужно, да? Такую штучку купить и поставить на стол. И людям показывать. Посмотри, что у них есть. Поставьте нам лайки. Смотри на это. Шкатулочек. Круто. Мне там больше нравится. Попробуйте. О, маленькая, смотри, какая. О, это маленькая. Подожди, как. А. Это для телефона, я думаю. Да нет. А, это для куриц это. Для колец. Для. Ну вот, смотри, какая красивая. Смотри. Там, смотри. Глобус. Маленький. Маленький, подсвечник, какой красивый. Давай, пошли дальше. Пойдем. Да, классные кружечки. Так, Соня, ничего не хочешь рождественское, да? Не. Пойдем просто кружечки посмотрим. Я очень хочу здесь какие-нибудь кружечки купить. Такие вот, типа, на Рождество. Классные. Со снеговиком, глянь, какая классная. Для горячего шоколада. Супер. А смотри, Ульта. Тебе такая нравится? Ой, а мне вот эта нравится. С глазками. Не? Слишком девчачьи, что ли? Угу. Здесь вот есть кружечки Мани. Смотри, она такая. Классная. Такой хочешь брать? Угу. А вот смотри, набор. Раскрашивать кружки. Здесь две кружечки, краски и две кисточки. Можно нарисовать, что хочешь. Угу. Хочешь такой набор взять ей? И вроде и поделка, и кружечки. Такой возьмешь, да? Давай, сейчас я еще сниму, какие здесь кружечки есть. А здесь больше, чем она кружка. Да, здесь две, а что? Кому-нибудь подарит она. По такому-то. Давай посмотрим, какие здесь еще кружки есть. Так, это для мистера и для миссис. И для короля, и для королевы вон там. А вот смотри, какие для женщины, для мужчины кружки. О, вот такие у нас дома есть. То есть, вернее, уже одной нет, или за одну разбила. Да. Ой, какая мне вот эта нравится, только на отколоту. Бонжур. ЖТН. ЖТН. Ну все, решили вот это взять. И в скором времени мы сюда вернемся, снимем здесь видео. Будем покупочки делать в Крождество. Ну, пошли. Пойдем. Пойдем платить и поехали на день рождения. Ребята, не смогли не остановиться и не снять. Смотрите, какая коробка конфет шоколадных. 74 конфеты. 20 долларов такая коробка. Я даже не знаю, какие они там внутри. Здесь кто-то есть. А вот смотри, линейка шоколадная. Санечка, можешь убрать? Подожди, нет, это печенье. Печенье шоколадное, да? Как это маленькие печенья. 6 долларов всего стоит. Это маленькие печенья. Маленькие печенья с там, да? Да. Пойдем? Давай. Привет! 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 Засовывайтесь. Да. Засовывайтесь. А мы через... А мы через... А мы через... А мы через крышу идем. Пошли? Да. Сонечка волнуется впервые. Будет ночевать в подруге. Так. Я полагаю, что все будет вот здесь. Да? Здесь вы встречаетесь, да? Все, короче, Сонина подружка уже, ее мама пришли. Соня остается, я ухожу. И на этом наше видео заканчивается. Пока! Продолжение следует... Соня остается.